Итак, впервые за все годы существования Церкви Посольства Божьей я буду проповедовать на английском в своей собственной Церкви и в особенности на годовщине это невероятно и невозможно если бы кто-либо пророчествовал мне об этом несколько лет тому назад я бы назвал этого человека лжепророком слава Богу за то, что моя супруга не здесь, потому что она бы не пережила этого окей вы будете считать по-русски, да? евреям вторая глава, десятый стих я бы хотел дать заключительное слово на этой годовщине, поскольку именно это слово будет направлением для вас на весь последующий год еще раз я хочу выразить благодарность всем нашим друзьям, которые приехали сюда, чтобы поддерживать нас и держать мои руки я очень благодарен вам во имя Господа точно так же, как Господь говорит, что даже если вы примете наименьшего в Царстве Божьем то вы никогда не потеряете свои награды я молюсь, чтобы Господь, который пообещал это и Господь Небес, который пообещал почти тех, которые чтят Его чтобы Он почтил вас за то, что вы оставили все в своих странах просто просто чтобы быть с нами на Украине кто хочет вообще ехать в эту страну но вы приехали и мне кажется, вы обожаете то, что здесь происходит только иностранцы радуются и хлопают, а вся церковь сидит с таким серьезным видом они завидуют вам они завидуют вам итак, евреям вторая глава 10 стих принцесса что я делаю? система перевода отказалась работать поэтому сегодня я проповедую на английском да, вот именно это я и сказал итак, евреям вторая глава 10 стих ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все приводящего многих сынов славу вождя спасения их совершил через страдания сегодня я буду проповедовать на тему приводя сынов во славу приводя сынов во славу приводя сынов во славу мы все знаем, что Иисус пришел и явился миру как искупитель для нашей земли но зачастую многие из нас не знают о тех заданиях и функциях которые Отец поручил Иисусу совершить на земле кроме того, чтобы спасти нас и искупить на что бы мы пошли на небеса кроме того, чтобы спасти нас и привести нас на небеса как Господь поручил Иисусу поднять поколение сыновей, которые были во славе Отца воспитать то есть поднять это поколение поднять это поколение поколение людей которые были бы не просто христианами не просто верующими не просто детьми Божьими не просто детьми Божьими но чтобы эти дети соответствовали небесным стандартам и могли называться сыновьями Божьими таковыми как Сын Божий то есть по подобию Его и так это было задание небес данное Иисусу одно из самых важных почему Бог не нуждается просто в детях почему Бог не нуждается просто в детях, а в сыновьях почему Ему нужны сыновья прежде всего только сыновья могут принести Божью славу на землю внутри каждого из нас есть слава Божья потому что Иисус нас упование славы только некоторые могут приносить и проявлять эту славу так как это делал Иисус то есть вот в чем разница только некоторые могут приносить и проявлять эту славу как Иисус и так в каждом из нас есть слава но только некоторые из нас могут нести этот вес этой славы потому что слава означает определенный вес который мы должны нести и для того чтобы вы могли нести эту славу и для того чтобы вы могли нести эту славу вы должны закончить школу детства школу просто ребенка и вы должны перейти в статус сыновства в его царстве и только сыновья и только сыновья царства Божьего и только сыновья могут не просто нести славу но проявлять ее через свою жизнь и не только проявлять но покрывать всю землю этой славой это мечта Бога это слава была потеряна в Эдемском саду когда человек согрешил она была возвращена на землю Христом у Бога было задание для Иисуса восстановить и создать и воспитать поколение сыновей которые бы распространили славу Божию по всей земле и покрыли ее как вода да то есть как море покрывает чтобы Божья слава покрыла всю землю это обетование записанное в книге пророка Исаии что земля будет покрыта Божьей славой потому что это была мечта Бога когда Он сотворил Эдемский сад и именно эта слава создала разницу в Эдемском саду вот почему они не видели того что они были ноги потому что эта слава покрывала их и они не замечали того что были ноги слава Божья отменила и убрала всяческое негативное что только могло быть слава Божья покрыла их настолько что они ходили в этой славе и только слава Божья могла сделать это в Эдемском саду то есть это то что делал Эдемский сад отличительным от земли и так поскольку вся земля принадлежит Господу и все что наполняет ее то Бог не позволит Иисусу прийти второй раз и забрать церковь на небеса пока эта слава не покроет всю землю то есть пока Божья мечта для Эдемского сада и для земли не будет осуществлена и когда слава покроет всю землю только тогда Иисус придет но понимаете кто-то должен нести эту славу дети не могут этого делать в Галатам четвертой главе говорится что даже воздух даже воздух даже воздух даже воздух они не могут иметь вещи, которые им нужны так долго они остаются дети то есть там говорится что наследники они не могут наследовать царство пока они станут сыновьями будучи детьми они не могут его наследовать Галатам четвертую главу но и но и 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 так только сын, а не ребенок, может стать освободителем. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом миром. Но когда пришла полнота, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить нас. Итак, то, что вы являетесь Детем Божьим, то, что вы являетесь Его ребенком, не означает, что вы достаточно квалифицированы для того, чтобы вернуть и нести Божью славу на землю. Поскольку, будучи ребенком, мы не отличаемся от раба. Вот почему Бог послал Своего Сына. Потому что только сыновья могут нести эту славу, ибо Его Сын принес ее, и мы, как Его сыновья, можем распространять ее по земле. Итак, в Евреям 2.10 говорится, что Ему было предназначено, Ему было дано задание, воспитать множество сыновей, не одного. Не только Рейнхард Бонки, не только Кен Ульман, не только Тед Хаггард, не только Апостол Туфулеса, не только всех наших спикеров на Белоруссии. Ему было дано задание не просто привести людей на небеса. Но воспитать сыновей, которые бы несли славу Божью. Вот о чем говорится в Евреям 2.10, как куда мы начали. Итак, Иисус, у Него было повеление, задание, и Он заботился не только чтобы спасти людей. Если бы Его задание было лишь спасать людей, то Он бы просто проповедовал, и все, но Его задание было больше того, чтобы только спасти людей. Он был первым человеком, который внедрил концепцию ученичества. У Иисуса было задание воспитать поколение сыновей, потому что только они могут принести Божью славу на землю и покрыть этой славой всю землю. Итак, это первая причина, почему Иисус должен был привести сыновей во славу. Вторая причина, почему мы нужны сыновей во славу. Что для сыновей? Для корректировать благословение и коврить землю с ней. Номер один. Итак, первая причина, сыновья должны распространять славу Божию и покрывать ей всю землю. Только они могут это делать. Причина номер два, по которой нам нужны сыновья в царстве. Бытие один, с двадцать шестого по двадцать восьмой стих. Там говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему так, чтобы они владычествовали над всею землею. That word, to have rule and dominion, is to manage. Listen closely. God's dream. This is God's dream. His dream is not to have governments managing the earth. Его мечта заключается в том, чтобы не правительство управляли землей. Бог сотворил человека. That people that he made in his own image. People in his likeness. People in his likeness. Who manage and rule over the earth. И его мечта заключалась в том, чтобы эти люди управляли и владычествовали землей. Just like he rules and manages the universe. Точно так же, как он управляет и владычествует над всей вселенной. Но послушайте мне внимательно. The problem we have today in Christianity is because we have churches full of God's children. В том, что у нас в церквях полно божьих детей. Almost no church is dedicated to raising up sons for the Father. Почти ни одна церковь не посвящена тому, чтобы воспитывать сыновей для отца. If Jesus himself was given the assignment, right? Ему было дано задание to bring not just a few sons to glory. Не просто воспитать несколько сыновей и привести их во славу. Many sons. Но привести множество сыновей. Many sons. Привести множество сыновей. Множество сыновей. Many sons. Множество сыновей. Many sons. Множество сыновей. Не много детей, но множество сыновей. If that assignment was given to Jesus, it becomes a compulsory. Если это задание было дано Иисусу, то оно становится обязательным для нас. It becomes a compulsory mandate. Это становится обязательным повелением Каждому лидеру В теле Христовом. To raise up not just servants. Повеление воспитать не просто детей. Not just Members. Не просто членов церкви. Not just parishioners. Не просто прихожан. We have failed our master. We have failed our master. We are in trouble. And we say we are expecting him. He can't come. And we say we are expecting him. Господи, гряди скоро, но он не может прийти. God is expecting us to raise up songs that will claim back China. Потому что он ожидает, что мы будем воспитывать сыновей, которые принесут его славу. To China. И они будут сиять. Бог ожидает, что мы воспитаем сыновей, которые поедут в Китай. И которые разобьют им власть в унисм. That will confront Islam in Saudi Arabia. И bring the throne of evil down. Right? God is expecting Songs to be raised up. Он ожидает, что мы воспитаем сыновей. И которые пойдут и разрушат всякое рабство и всякую силу, которая держит Божьих людей в рабстве. И освободят их. Но только сыновья смогут это сделать. Потому что в Галатам 4 главе Говорится As many as remain children They are subjected to the elements of this war. They are subjected to teachers and guidance. Они подчинены ученичеству И им нужен кто-то, кто бы вел их. So... Religion They are subjected to the religion of the culture. They are subjected to their culture. They are afraid. So instead of them to rule over religion To rule over the culture To rule over the public opinion They are subjected Они подчинены этому мнению Examine yourself, please Пожалуйста, испытайте себя What do you call the hindrance That is disturbing you From reclaiming your sphere of influence Or your land back to God? What is it? Is it the culture? Is it the religion? Is it the public opinion? Is it the religion? 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 Those are the guidance And the elements That you are under You are supposed to be Over them And putting them Subduing them But unfortunately Because you have remained a child They have become so big obstacles For you So... Вы подчинены тому Над чем вы должны Владычествовать И над чем вы должны Доминировать Потому что вы остаетесь Детьми А не сыновьями Но сыновья Знают, как Владычествовать Над этим Сыны могут Принести на нее Царство Божие И вернуть землю Богу Для этого Нужны сыновья Я путешествую По всему миру И когда я вижу Как люди строят церкви Как они организовывают Их Я хочу просто Рыдать и рыдать Сегодня 80% Христианского мира Не понимают Бога Они не знают Кто такой Бог Они не знают Для чего вообще Все это нужно Они просто Занимаются церковью Они играют в церковь И они ожидают Того Когда они умрут И пойдут на небеса И после них Никто не останется Чтобы продолжать То, чем они занимались В то время Как Господь Ожидает Когда мы Станем сыновьями И вернем ему Эту землю В Иакова В Иакова написано Что он С нетерпением Ожидает Когда земля Будет возвращена К нему Как урожай То есть Когда мы Вернем землю Богу Но только Сыновья Могут сделать Это Бог Никогда Не отдаст Землю Дьяволу Потому что Земля Господня Вот почему Мы должны Поднять Сыновей Которые Будут Владычествовать Землей Почему я Учу О семи Сферах Влияния Почему я Говорю Что каждый Из вас Должен Принести Царство В какую-то Сферу Общества Потому что Я воспитываю Вас Я поднимаю Вас Как Сыновей Мужчин И Женщин Можно Четыре Или пять Человек Очень быстро Поднимите Сто Сцену Пожалуйста Очень быстро Четыре Или пять Человек Подойдите Сюда Итак Я могу Засвидетельствовать Перед Богом Что вся Моя церковь Это моя мечта Моя мечта В том Чтобы моя Церковь Вернула И возвратила Землю Господу Так Чтобы я мог Сказать Что этот Человек Понял И уразумел Суть Божью Он получил Разумение Бога И теперь Он решил Вернуть Богу Политику Украины Потому что Он Зарабатывает Деньги И так Теперь Он может Пойти В политику И Починить И восстановить Там Принципы И ценности Божьи И тогда Вся политическая Жизнь Страны Будет Под влиянием Царства Божьего Обычно Люди Не понимают Почему Мы идем В политику И в различные Сферы Общества Но потому Вся земля Господня Но прямо Сейчас Она Оккупирована Безбожными Людьми И только Сыновья Божьи Которые Могут Нести Славу Могут Вернуть Эту Землю Через Истину Ценности И принципы Царства Причина Причина По которой Я хочу Чтобы он Пошел В политику Не потому Что я хочу Гордиться Тем Что член Моей церкви Политик Это неправда Но моя мечта В том Чтобы он Принес туда Бога Так Чтобы мы Вернули Эту сферу Богу И его Мечта Была Осуществлена Итак Церковь Должна быть Столпом Утверждения Царства Божьего На земле Это инструмент Утверждения Царства Божьего На земле Это сила Божья Которой Он утверждает Истину И церковь Является Столпом Утверждения Этой И основанием Истины На земле Это церковь А истина Это царство Божье И основание Это Люди Должны Это В каждой Сфере На земле И в каждой Сфере В жизни Должна Это Первая Сферка Сферка Итак Церковь Должна Утверждать Эту Истину То есть Старство Божье Во всех Сферах Жизни Так Чтобы Первоначальное Задание Было Осуществлено Слава Которая Была Потеряна В Эдемском Саду Это Слава Которая Делала Землю Прекрасной В Эдемском Саду И Эта Слава Была Потеряна В Эдемском Саду И мы Должны Вернуть Ее Она Должна Быть Возвращена В каждой Сфере Жизни И Как Мы Можем Знать Что Она Будет Возвращена Итак По Причине Человека Который Является Богоносителем По Причине Того Что Он Может Принести Праведность Справедливость Святость Истину И Он Сможет Вернуть Эту Сферу Общества Богу Потому Что Он Принесет Туда Это Принципы Царства Божьего И Он Вернет Славу Божью Туда И Вернет Богу Эту Сферу Общества Итак Это Человек Пошел В политику А Это Человек Пошел В Духовную Сферу Общества И В Социальную Сферу Он Является Пастором И Он Приводит Господу Наркоманов Алкоголиков И Он Воздаёт Этим Людям Славу Божию Царство Божье Итак Царство Божье Больше Не Ограничено Стенами Церкви Но Оно Выходит За Пределы Церкви Оно Высвобождается Церкви Итак Этот Человек Идет Сферу Образования И Он Принесет Принципы Святости И Принципы Бога В Систему Образования И Вот Когда Это Будет Происходить Мы Сможем Сказать Что Земля Возвращается К Богу Мы Возвращаем Ему Это Человек Приносит Принципы Бога В Сферу Бизнеса И Экономики А Этот Человек Приносит Бога В Спорт Культур И Культуру И Вот Когда Эти Люди Будут Это Делать Мы Сможем Сказать Что Мы Возвращаем Землю Богу Человек Он Лес Он Тел Дис Госполь Об Диким Дом И Сприч А Сможем Диким Диким Вот Почему Господь Скажал Что Пока Царство Божье Не Будет Явлено Всем Народом Он Не Придет То Не Просто Сказано Царстве Но Пока Мы Не Принесем Его Во Все Народ Он Не Придет То Пока Мы Не Принесем Принципы Царства И Мы Не Принесем Славу Царства Он Не Придет До Этого И Мы Должны Показать Им Путь Жизни То Путь Образ Жизни В Царстве Божьем И Мы Должны Принести Этот Образ Жизни В Царстве Божьем По всей Земле Послание Мое Послание К вам Мои Друзья Члены Церкви Посольства Божьей Которые Здесь Сегодня Примите Решение That You Will Never Just Remain A Child And A Babe In The Church Be Determined To become a son In This Kingdom Примите решение Что вы больше Никогда Не будете Ребенком И Детем В этой Церкви Но Вы будете Сыном Сыном Божьим Помните Мое Первое Пропое Четверг Проявление Христа Процесс Становления Сыном Начинается С 12 Детнего Возраста И Сейчас Нам 12 Лет Точно Так же Как Иисус Когда Ему было 12 Лет Мы должны Прямо Сейчас Посвятить себя В этом Году Прямо Сейчас Мы Должны Сказать Что Чего бы Мне Не Стоило Я Буду Поздавать Господа Что Отличает Сына От Ребенка Сын Знает Отца Сын Знает Поведение Отца Сын Знает Голос Отца Сын Знает Ценности Отца Сын Знает Пути Которыми Ходит Отец Сын Является Стопроцентной Копией Отца Вот Кем Был Иисус Он Был Проявлением Самого Отца На Земле Быть Сыновьями Значит Быть Богоносителями Это означает Что мы Должны Стать Носителями Бога Это означает Что мы Должны Стать Образом Бога На Земле Его Характер Становится Моим Характером Я Больше Не могу Ненавидеть Потому Что Он Не Ненавидит Ибо Он Есть Любовь Я Не Прощ Потому Он Прощ Я Теперь Могу Лишь Только Прощ Я Не Могу Обиж Потому Что Он Прощ Нет Никто Неб И Неб Неб Меня Это Значит Что Вы Знаете Отца Быть Сыном Божьим Означает Настолько Копировать Его То есть Настолько Быть Таким Как Он Что Нам Больше Не Придется Искать Бога И Люди Которые Знают Вас Больше Не Будут Искать Бога Потому Что Они Увидят Его Вас Они Не Должны Будут Его Больше Искать Потому Что Они Будут Видеть Бога Вас Ваше Задание На этот Год Принять Решение Олицетворять Бога Настолько Сильно Копировать Его То есть Являться Являться Копией Его Образ Настолько Сильно Искать Его Так Прилежно Чтобы Стать Настолько Богоподобными Чтобы Больше Никому Не Нужно Нужно Искать Бога Давайте Перейдем От Бесполезного Прихождения В церковь К тому Чтобы Стать Сыновьями Царства Божьего Людьми Которые Будут Одержимы Тем Чтобы Вернуть Землю Господу Давайте Возвратим Землю Богу Давайте Сделаем Так Чтобы Божья Мечта Существилась Сказано Да Придет Царствие Твое Давайте Принесем Это Царство На Землю Давайте Принесем Его Ценности Во Все Сферы Жизни Давайте Принесем Его Цели Во Все Сферы Жизни Давайте Принесем Сокровище Царства На Эту Землю И Тем Самым Угодим Нашему Отцу И Изайя 9 6 Здесь Говорится Нам Был Рожден Сын И Нам Был Рожден Ребенок И Нам Был Дан Сын Младенец Родился Нам Но Сын Дан Нам Итак Ребенок Не может Быть Дан Нам Если Мы Взяли Ребенка Если Мы Украли Его То Тогда На Нас Подали Суд Потому Что Это Незаконно Нельзя Подарить Нельзя Отдать Ребенка Итак Ребенок Рождается Чтобы Он Мог Быть Под Попечительством Других Людей Которые Будут Смотреть За Ним Пока Он Не Станет Сыном Итак Ребенок Должен Постоянно Быть Под Попечительством И Это Писание Говорит Там Что-то Послушайте Меня Иисус Иисус Был Рожден Как Ребенок Но Он Не Мог Оставаться Ребенком Он Должен Был Стать Сыном И Только Когда Он Стал Сыном У Него Появилось Законное Право То есть Основание Для Того Чтобы Стать Спасителем Этому Миру Вот Почему Написано Младенец Родился Но Он Не Остался Ребенком Он Не Остался Младенцем Но Когда Он Стал Сыном Теперь У Него Было Все Что Нужно Для Того Чтобы Стать Искупителем Для Этой Земли Послушайте Меня Пока Вы Будете Оставаться Ребенком Вы Никогда Не Сможете Стать Спасителем Или Избавителем Для Вашей Сферы Потому Что Ребенок Не Может Быть Отдан Вы Вы Можете Быть Отданы Как Ребенок Пока Вы Не Станете Сыном Потому Что Только Сын Может Быть Отдан Только Сын Может Отдавать Себя То есть Быть Дан Как Спаситель И Избавитель Только Сын Может Давать Итак Иисус Был Рожден Как Ребенок Но Когда Он Стал Сыном Он Начал Отдавать Луки Вторая Глава Сороковый Стих Луки 2 40 Давайте Очень Быстро Посмотрим Здесь Говорится Младенец же Возрастал Что Случилось С Младенцем Я Не Слышу Вас Что Делал Младенец Даже Иисусу Нужно Было Расти Церковь Давайте Посвятим Себя Тому Чтобы Расти В познании Отца Давайте Посвятим Себя Тому Чтобы Мы Могли Возрасти И Стать Сыновьями Так Чтобы Нести Красоту И Славу Царства Божьего Давайте Посвятим Себя Тому Чтобы Чтобы Тому Чтобы Принести Его Царство давайте посвятим себя тому чтобы знать Его так сильно чтобы мы были надежны чтобы Он мог положиться на нас пусть вашей личной целью станет искать Его так сильно чтобы однажды Он мог полностью доверять вам чтобы Он мог доверить вам ваш город чтобы Он мог доверить вам ту сферу жизни в которую вы призваны так чтобы вы стали избавителем и искупителем для своего поколения чтобы вы стали Моисеем для своего народа чтобы вы стали надеждой и упованием славы на земле чтобы Бог смотря на вас улыбался и знал, что земля будет искуплена вы видите, что младенец должен был возрастать и Он не просто возрастал но по мере того, как Он возрастал об этом говорится в Луки 2.40 Младенец же возрастал и укреплялся Духом когда вы возрастаете в Духе то тем самым когда вы растете в познании Бога то тем самым вы укрепляетесь в Духе что дает вам силу преодолевать любые препятствия для чего нам сила для того, чтобы культура, которая сдерживала вас от того, чтобы пойти в свою землю и вернуть ее Богу чтобы вы могли преодолеть ее это сила, которая увеличивается в вас по мере того, как вы познаете Бога может преодолеть эту культуру и все препятствия, которые мешали вам вернуть вашу сферу Богу и так он возрастал младенец возрастал и когда он возрастал то небеса наблюдали за ним и они не отвергали его если вы примете решение возрастать то небеса никогда не закроют свои глаза на вас и небеса вознаградят вас силой Духа и люди, которые будут сильны Духом они смогут разбить и подчинить любую силу оппозиции культура, политика средства массовой информации общественное мнение скажите мне а какая сила может замкнуть и затмить силу Духа никакая сила и эта сила Духа будет даваться нам когда мы будем возрастать познавая Бога младенец когда он возрастал только тогда он получил силу Духа у вас нет никакого иного выбора как только возрастать младенец же возрастал и укреплялся Духом исполняясь премудрости то есть на него сошел Дух Мудрости вам нужна эта мудрость для того, чтобы разрабатывать стратегии и потому что цари царствуют мудростью и так вам нужна мудрость для того, чтобы управлять этой землей и так все это будет приходить к вам когда вы будете возрастать в познании Бога и последнее и благодать Божья была на нем это чудесно это чудесно это потрясающе и так потому что он возрастал он принял силу Духа потому что он возрастал он принял Дух Премудрости которая дала ему возможность управлять землей потому что он возрастал и благодать Божья была на нем вам нужна благодать для того, чтобы все, что вы делаете вы никогда не делали своей силой но лишь силой Бога Всемогущего вам нужна благодать для того, чтобы вы могли быть пастором без слез и делать то, что Бог вам говорит не плача, а радуясь посольство Божье Бог сегодня говорит нам нам 12 лет и у нас больше нет никакого выбора кроме того, чтобы возрастать в познании Отца и так младенец возрастал и стал сыном вот почему, когда вы читаете Иоанна 3.16 вы очень часто читаете это и люди не знают каково настоящий смысл этого там говорится ибо так возлюбил Бог мир что Он дал Своего Единородного кого? Чего? Ребенка? Дитё? Он не дал нам ребенка но дал нам Своего Единородного Сына но из-за того, что мы забываем об этом но то, что мы забываем это то, что мечта Отца в том, чтобы поднимать сыновей в каждом поколении которые бы вернули ему эту землю таких сыновей как Джордж Финей сыновей как Джон Весли сыновей как Мартин Лютер в каждом поколении Бог хочет поднять сыновей которые бы вернули это поколение Богу Бог не просто возлюбил мир Он не просто любил мир когда дал нам Иисуса но и сегодня Он нас любит точно так же и Он хочет чтобы эти сыновья поднимались и возвращали Ему эту землю и так Бог и сейчас точно так же жаждет того, чтобы мы становились сыновьями потому что Он любит мир Он любит не только церковь но Он любит весь мир до тех пор пока сыновья не останут сыновьями то есть пока дети не станут сыновьями давление будет продолжаться пока сыновья не выйдут на сцену то есть не появятся и не начнут действовать страны и народы будут подчинены власти зла и Бог не сможет ничего сделать с этим сыновья являются ответом на кризисы этого мира в Псалме 81 говорится что основания земли колеблятся потому что сыновья не знают кто они и нет у них разумения все проблемы по всему миру происходит потому что нет сыновей и Бог подымает сыновей для того чтобы они противостали этим проблемам он хочет подымать сыновей но пока сыновья не придут во славу даже Бог не сможет решить проблемы этого мира но запишите у нас нет время читать но вы дома прощете Матфея 3 глава 16 и 17 стихи здесь говорится что когда Иисус вышел из воды вы помните эту историю когда он вышел из воды то небеса открылись над ним и затем на него сошел Дух Святой в форме голубя вы помните эту историю и после того как Дух Святой сошел в виде голубя с небес раздался голос и заметьте это произошло сразу же после водного крещения которое принял Иисус почему потому что принял водное крещение Иисус перешел от состояния ребенка в состояние сына Он перешел от того что был рожден как ребенок к тому что был данным как сын который стал служить Он перешел от того что был под контролем был подчинен другим к тому чтобы стать сыном и отдавать отдавать самого себя и проявлять Царство Божье и искупить этот мир послушайте что произошло дальше мы думаем что Он просто принял водное крещение это должно было произойти но послушайте каков смысл этого небеса знали что произошло каково было значение этого момента Сын был он стал сыном и был готов вернуть Царство Божье каждый раз когда появляется сын когда ребенок становится сыном то небеса обязуются идти вместе с ним то есть идти туда куда идет он небеса обязуется подтвердить сыновство то есть небеса обязуется подтвердить это сыновство и так когда он вышел из воды то это был переход на новый уровень и он стал сыном и затем небеса открылись и голос Божий раздался и что он сказал вы помните сей он сказал сей и по английски там написано посмотрите и так когда вы станете сыном небеса раскроются над вами и они больше никогда не смогут быть закрытыми они раскроются над вами навсегда это первое знамение того что вы стали сыном небеса раскрываются над тем кто становится сыном царстве это знамение номер один знамение номер два вы можете записывать отец раздастся голос отца отец будет говорить от вашего имени и то что скажет отец это чтобы мир смотрел на вас потому что вы его сын он скажет смотрите на него когда вы станете сыном или дочери в царстве то небеса как бы они будут показывать это всему миру они будут декларировать это они будут рекламировать вас то есть они даст вам сверхъестественную известность по всему миру и так небеса дадут вам сверхъестественную рекламу по всему миру весь мир будет смотреть на вас И когда Бог приказывает земле смотреть, то у нее нет больше никакого другого выбора, как только смотреть на сыновей Божьих. Но после этого, итак, будет третье знамение, то, что вы перейдете на новый уровень присутствия Духа. И это нельзя будет скрыть. Вот почему Дух Святой явился видным образом, когда Иисус вышел из воды. То есть, здесь Бог показывает нам, что Дух Святой начнет быть видным через нас, когда мы станем сыном. Итак, когда мы станем сыном, то присутствие Божье сойдет на нас таким сильным образом, что его нельзя будет скрыть. Оно будет видно этому миру. Это будет видное проявление Духа Святого и Его силы этому миру через нас. Через наши сосуды, то есть через нас. Итак, мы станем обычными людьми, которые будут ходить в сверхъестественной силе, в сверхъестественном измерении. Но после всего этого, есть знак, знамение номер четыре, он должен был отправиться в пустыню. Вы никогда не станете сыном, если вы не пройдете пустыню в своей жизни. Только сыны проходят пустыню, и если вы проходите... И сыны, проходя эту пустыню, торжествуют в ней. Сыны Должны не просто проходить через пустыню. Но пятое, что должно с ними происходить, что они будут становиться лицом к лицу с силами тьмы. И это также то, чего не мог избежать Иисус. Ему должно было лицом к лицу встретиться с силами тьмы. Вам придется лицом к лицу встретиться с силами тьмы и ада, и победить их. Но шестое, что должно с вами произойти, После этих атак Иисус вернулся Из пустыни В силе Духа. Он вернулся в силе Духа. И затем седьмое, последнее знамение Что-то произошло Матфея 17, 5 стих То же самое, что произошло в Матфея 3, 17 Произошло еще раз Вновь небеса раскрылись над Иисусом И тот же голос проговорил вновь Смотрите, сей есть сын мой возлюбленный Послушайте В 3 главе говорится Сей есть сын мой возлюбленный И все, там больше не сказано ничего То есть он стал только сыном в 3 главе Но он еще не был утвержден в сыновстве Он еще не был утвержден как сын Но в 17 главе Говорится Смотрите, сей есть сын мой Возлюбленный Но не только мой возлюбленный сын Не так, как раньше То есть раньше Голос сказал Это сын мой возлюбленный И все Но теперь Бог говорит Весь мир Пусть слушает его В познании Бога Есть измерение Когда вы возрастете в сыновстве Настолько сильно Что вам больше будет все равно Какой цвет вашей кожи Вам будет все равно Низкий ваш рост Или высокий Вам будет все равно Мужчина вы или женщина Но небеса Будут повелевать земле Слушать вас И у нас нету Никакого выбора Кроме того Как достичь Такого измерения И у мира больше Не будет выбора Как только Слушать нас Земля не сможет Отказаться От того Чтобы слушать нас Она будет Обязана Это делать И она должна Будет подчиняться Вашей власти Давайте Станем на колени Перед Богом И попросим Помочь нам Стать сына В яме В его царстве Поговорите с Богом Самостоятельно Один на один Примите решение Стать сыном Примите решение Стать сыном И попросите Бога Помочь вам Посвятите себя Тому Чтобы стать Сыном Пусть это будет Вашей целью Номер один Стать сыном В царстве Так Чтобы вы могли Нести эту славу И не просто Нести ее Но покрыть Всю землю Этой славой И не просто Распространить Эту славу Но так Чтобы вы Начали Управлять И владычествовать Над всей землей Для Бога Поговорите с Богом И посвятите себя Тому Чтобы стать Сыновьями Да поможет нам Бог Это Его Мечта И Он с нетерпением Жаждет Когда мы Станем Сыновьями Он с нетерпением Жаждет Того Чтобы видеть Сыновей Которые Вернут Ему Эту землю Он с нетерпением Жаждет Плода От Нас Отец Я молюсь Во имя Иисуса Мы Подчиняем Себя Тебе И мы Посвящаем Своё тело И себя Самих Тебе И мы Посвящаем Себе Тебе В этом году И на всю Свою жизнь Искать Царство Возрастать В познании Тебя И Сближаться С Тобой Ещё Больше И стать Сыновьями В Твоем Царстве Возьми Нас Господь Забери Нашу Волю Забери Нашу Плоть И возьми Над ней Полный Контроль Сделай Нас Жертвой Живой Сияй Через Нас И окружай Нас Твоим Присутствием И мы Благодарим Тебя Что этот Год Станет Годом Новой Славы Мы Исповедуем И провозглашаем Что мы Переходим Во славу Во имя Иисуса Мы Переходим Сыновство По имя Иисуса Мы Переходим Величие По имя Иисуса Мы Переходим Во владычество По имя Иисуса Мы Переходим Во власть И владычество Над всей землей Во имя Иисуса Спасибо Отец Во имя Иисуса Аминь Аминь